Новости на телеканале ИТВ. Студия для вас работает Мэри Бадунс. Здравствуйте! О самых ярких событиях сегодняшнего дня поговорим прямо сейчас. День Победы в Крымской столице собрал больше 50 тысяч жителей и гостей полуострова. Впервые в истории российского Крыма в Симферополе прошел парад военной техники. Мы отстояли родину для вас, для молодых. Открытие памятного знака и завершение мемориального комплекса в Симферополе почтили память основателя воздушно-десантных войск Василия Маргелова. Была проделана огромная военно-патриотическая работа. Главный праздник в году в Крыму отметили с размахом русской души. На главной площади столицы впервые прошел военный парад с участием передовой спецтехники российской армии. Маршировали по проспекту военной Черноморского флота сотрудники МВД и МЧС. Впервые в параде приняли участие молодые нахимовцы и юноармейцы. После прохождения парада столица Крыма собрала больше 45 тысяч участников бессмертного полка. На 72-й годовщине Дня Победы побывала и наша съемочная группа. С самого утра центр крымской столицы перекрыт. Город тщательно готовился к празднованию 72-й годовщины Дня Победы. Военный парад открывает Знамя Победы и российский триколор. Руководил парадом полковник Василий Попов, командир 126-й отдельной бригады береговой обороны. Принял военное шествие генерал-майор Андрей Колотовкин, начальник Симферопольского гарнизона, командир 22-го армейского корпуса Черноморского флота. Первыми маршировали барабанщики крымского кадетского корпуса. Следом шли пограничники, офицеры 22-го армейского корпуса, артиллеристы, войска Росгвардии. На конях прошествовало казачье войско. Пристальным взглядом все провожали синхронно шагающий женский военный строй. Ведомственная образовательная организация была создана вскоре после принятия республики в состав Российской Федерации. Впервые в параде приняли участие нахимовцы Севастопольского президентского кадетского училища и юноармейцы. По прошествии военных отрядов на площади появился главный сюрприз дня. На площади системы залпового огня «Град», бронетранспортеры, зенитно-ракетные комплексы ПВО С-300, бронеавтомобили «Тайфун». Бронеавтомобили «Рыс» выдерживают не только прямое попадание, бронебойные зажигательные пули и снайперские винтовки, но и подрыв. Память тех, кто не вернулся с фронта, кто отдал свою жизнь за победу и не дожил до 72-й годовщины Великого дня, почтили минутой молчания. Главным зрителям праздничного парада уже больше 80 лет. Они делятся военными воспоминаниями и рассказывают, что помогло им одержать победу над врагом. Дети благодарят героев за мирное небо над головой. Мы отстояли Родину для вас, для молодых. Однажды 29 апреля 44-го года фашистский снайпер проблазил на нашу территорию, и он перестрелял 34 человека. Главное то, что мы победили. Это главное. Народ остался счастливым и живет от Плесня. Благодарят героев и крымские власти. Подчеркивают ветераны, люди особенные и всегда могут рассчитывать на поддержку государства. То уважение, которое мы им будем проявлять, это и есть самая большая награда от каждого из нас. А государство будет выполнять все поручения президента, в части обеспечения ветеранов всем самым необходимым. Все понимают, что такое День Победы. Кто-то меньше знает историю, кто-то больше не имеет значения. Все понимают важность этого праздника. Нашему народу, в отличие от народа в Европу, удалось это сохранить. Праздничный парад объединил тысячи гостей и жителей полуострова. От площади Кирова до могилы неизвестного солдата в парке имени Гагарина прошел 45-тысячный бессмертный полк. Несколько часов люди возлагали цветы к мемориалу. Дяди и дедушки. Моряки, летчики, истребители. Это КВД и Пикадинец. Все родов войск. Погибли в 41-м, эти позже. Это мама. Мама, она принимала участие в Великой Отечественной войне? Да, с первого до последнего дня. Это великий день нашей истории, который мы должны помнить и быть благодарным нашим прадедам, которые... С Днем Победы Вас! Это наш прадедушка, мой дедушка. Можете рассказать о нем? Он воевал в Первый Белоукраинский фронт, и я знаю, что он был контуженный. Нескончаемый поток людей движется к вечному огню. Недаром бессмертный полк часто сравнивают с рекой. На каждом портрете настоящий герой, приближавший дату Великой Победы. Шествие бессмертного полка прошло в каждом городе необъятной. Москва собрала более 750 тысяч человек. Кроме того, бессмертный полк объединил 50 стран мира. В Крыму акция прошла почти во всех городах и селах. 9 мая – это самый главный праздник в нашей стране. Это тот праздник, который заставляет задуматься и существующее поколение, и подрастающее поколение о том, как надо жить, как нужно жить по совести, по справедливости, как нужно уметь защищать свою родину. Мы должны сейчас тех людей, которые остались, к сожалению, их не очень много, создать им нормальную старость и прежде всего показать молодежи, организовать этот мостик поколений. Для ветеранов и симферопольцев по традиции администрация города организовала праздничные гуляния, песни, танцы, солдатская каша, приготовленная на полевой кухне. И самое главное – радость в глазах у тех, кто пережил самое страшное время и смог победить. Анастасия Калугина, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ. Керчь – это единственное место в Крыму, где начинают отмечать День Победы 8 мая. В этот день с наступлением темноты к подножью горы Митридат пришли тысячи человек с зажженными факелами. Огненная река сначала разливается по центру города, затем поднимается на самую высокую точку над Керчью, которая во время Великой Отечественной войны была местом кровопролитных сражений. Впервые шествие состоялось в 1967 году. В городе тогда проходила вахта памяти. Ее участники зажигали факелы и поднимались на гору Митридат в память о советских солдатах, погибших в боях за Родину. Закончилось факельное шествие театрализованным представлением обилистка славы, где горожане минутой молчания помянули павших в бою и салютом встретили первое мгновение наступившего Дня Победы. День Победы День Победы Герой День Победы Традиционный танцевальный флешмоб за победу «Танцуй до победного» прошел в Севастополе. Участвовали в нем не только офицеры полуострова, но и всей страны. Кадриль, вальс, сертаки и другие танцы 9 мая военные исполняли прямо на городской набережной. Как танцуют российские офицеры видел Никита Егоров. Уже второй раз в Севастополе был организован флешмоб, посвященный 9 мая. В честь Победы в Великой Отечественной войне, набережную, чтобы закружиться в танце, вышли жители города, полуострова и даже материковой части России. Нам было невероятно приятно танцевать, потому что мы чувствовали вот эту энергию людей, которые собрались и нас поддерживали. И я хочу сказать, что мы вообще никогда не делаем такого какого-то разделения «мы флешмоб и гости». Мы хотели бы, чтобы это было такое именно молитва, если так можно выразиться, молитва нашим посвящением героям Великой Отечественной войны. Репетировать начали заранее, 6 мая. И всего за три дня все пары научились тем элементам, которые были необходимы для бала. Участники исполнили 6 танцев, среди которых классический московская кадриль, а также севастопольский вальс и даже греческие сиртаки. Выступление впечатлило горожан. В праздничный день нашлось немало желающих вживую посмотреть на это уже полюбившееся севастопольцем шоу. Очень много мы научились и очень хотим, конечно, проявить себя, узнать, на что мы способны. Для нас это мероприятие, ну, что-то новое для себя открыть. Нет ничего сложного для российского офицера. Совсем скоро российские офицеры снова смогут показать себя на танцевальном поприще. 11 июня, в день Севастополя, военные встретятся на благотворительном балу, ставшем визитной карточкой города. Никита Егоров, Алексей Зубила, Служба новостей и ТВ, Севастополь. Отец ВДВ, герой Советского Союза и пример для современной молодежи память о Василии Маргелове навечно остается в сердцах симферопольцев. Накануне праздника 9 мая столицы завершили мемориальный комплекс, посвященный десантным войскам. Подробнее далее в сюжете. Василий Филиппович Маргелов – генерал армии и основатель воздушно-десантных войск. Родина высоко ценит заслуги героя перед Отечеством. Именно поэтому в рамках празднования Дня Великой Победы на территории Симферопольской общеобразовательной школы номер 27 состоялось торжественное открытие мемориальной доски имени советского военачальника. Была проделана огромная военно-патриотическая работа и то, что присвоено имя легендарного военачальника Василия Филипповича Маргелова, героя Советского Союза, генерала армии – это и оценка сделанного в военно-патриотическом плане и одновременно огромный аванс. Красочные танцевальные номера, исполнение военных песен и рукопашные схватки – для столичных школьников организовано настоящее шоу. По словам главы администрации Симферополя Геннадия Бахарева, присвоение общеобразовательным учреждениям города имен великих людей стало систематическим, и эта традиция, несомненно, будет продолжена. Уже практически треть школ города имеют присвоение имен великих людей, воевавших за нашу страну, сделавших нашей стране достижения, вывивших ее на мировой уровень. Это не только военные деятели, это в том числе и деятели науки, искусства. Школа 27-я долго боролась за присвоение звания маргеловцев. Я считаю, что они заслужили. Конечно, это очень почетно и ответственно, хочу сказать. На этом торжественные мероприятия не закончились. Мемориальный комплекс, посвященный Василию Филипповичу Маргелову, появился в Симферополе несколько лет назад. Однако только сейчас, согласно задумке авторов, композицию удалось завершить. Установка боевой машины десанта – финальный штрих в общей картине. Многотонный бронированный монстр, созданный для выполнения задач в самых неблагоприятных условиях, мгновенно стал центром внимания для детворы. Ребята вложили душу и сердце в восстановление этого памятника. Я думаю, что это место будет знаковым для всех крымчан, не только для тех, кто служил в воздушно-десантных войсках. На самом деле, сюда увидим, что будет приходить молодежь, будет узнавать о славных традициях воздушно-десантных войск, которые всегда были на самом острие, причем самые сложные моменты в нашей истории. БМД по праву считается визитной карточкой десантных войск. Эта машина не раз отправлялась в горячие точки. Прошла Афганистан, несколько чеченских войн и спасла сотни жизней наших бойцов. На долгие годы боевой механизм стал надежным помощником советских и российских десантников. Для всех войск специального подразделения. Это еще важно тем, что на этот мемориальный комплекс мы его завершаем. Пришла машина, боевая машина десанта, благодаря Владимиру Анатольевичу Шаманову. И теперь наш комплекс завершен. Открыли мы его три года назад усилиями ветеранов десанта и кое-какой с других подразделений. И сегодняшний день вот этот комплекс является уже оконченным. По традиции в завершении торжественного мероприятия к бюсту Василия Маргелова выстроилась живая очередь. Стремясь отдать дань памяти отцу воздушно-десантных войск, люди возложили цветы. Симферопольцы не забывают героев, благодаря которым сегодня мы живем под мирным небом. Егор Зайцев, Алексей Зубила, Служба новостей ТВ. Хадер лес – древний праздник, отмечаемый с большим размахом, символизирующий приход тепла и лета. В Крыму гостей ждали приятные сюрпризы, спортивные соревнования, национальные угощения. В честь такого события организаторы придумали приготовить самый большой в мире чебурек. На традиционно крымско-татарский праздник Хадер лес, посвященный весне и будущему урожаю, со всего полуострова приехало более 40 тысяч человек. Народные гуляния с размахом развернулись вблизи села Севастьяновка Бахчисарайского района. А цветные шатры и яркие детские батуты были заметны уже на подъезде к месту проведения торжества. Для нас получается сегодня уже наступает определенная хорошая традиция, когда каждое мероприятие, каждое культурное событие, касающееся каждого народа в республике Крым, становится общекрымским республиканским мероприятием. Ведь здесь же и на таких мероприятиях мы демонстрируем дружбу, уважение, любовь друг к другу, ценим такие отношения. Ведь самое дорогое все-таки, кроме того, что много сделано было за последние три года, это то, что мы с вами сохранили мир, уважение и доверие друг к другу. Несмотря на переменчивость погоды и прогнозы синоптиков о вероятном дожде, на Хадерлес приезжали целыми семьями. Для юных жителей полуострова была организована детская площадка с развлечениями, аттракционами и аниматорами. Каждый желающий мог прокатиться верхом на пони или верблюде. Гостей праздника встречали песнями и танцами как на основной сцене, так и у национальных павильонов, в которых располагались выставки работ, мастеров декоративно-прикладного искусства, предметов быта и традиций, а также национальной кухни крымско-татарского народа. Большинство экспонатов – это предметы ручной работы 19-20 веков, собранные на протяжении долгих лет. Посуда, аромалампы, национальная одежда и картины местных художников с видами Крыма. Благодаря уникальному интерьеру экспозиции у нас появилась возможность окунуться в эпоху прошлых столетий и примерить праздничное бархатное платье. Эти вещи принадлежат в данный момент частным коллекционерам, которые за многое время собирали различные, что-то дарили, что-то собирали, что-то находили. А сильная половина человечества смогла снять напряжение в соревнованиях по армрестлингу, а также поучаствовать в спортивном турнире по крымско-татарской национальной борьбе «Куреш». Благодаря шуточному аттракциону «Пьяная лестница» многие смогли поднять себе настроение, приняв участие или просто понаблюдав за другими отчаянными вроде нас. Мы, жители Бахчисарайского района, хотим поздравить с этим праздником всех крымчан, всех жителей Бахчисарайского района, независимо от вероисповедания, будь то христиане, мусульмане, иудеи, неважно, это наш большой и светлый праздник. Мы приезжаем сюда каждый год с большим удовольствием и надеемся, что этот праздник будет проходить на нашей Бахчисарайской земле еще много-много лет. И мы будем праздновать праздник мира, дружбы и любви между всеми народами. Весело, весна все-таки, пробуждение, и деткам хорошо, и нам хорошо. Ну, был бы мир, а праздник всегда будет. Не обошлось и без традиционного угощения. Помимо плова, шашлыка и барашка на вертеле, гости смогли попробовать самый большой чебурек в мире, на приготовление которого ушло 180 тысяч рублей, полтора мешка муки и около 14 килограммов мяса. Чем попытается удивить Хедерлес в следующем году, пока загадка, но для многих гостей впечатлений хватит надолго. Анна Сякова, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ. А мы продолжаем во второй части выпуска. Не пропустите. Мечтал о дочке, но вместо одного экземпляра получил сразу три. Папа-тройняшек потерял дар речи, когда жена сообщила, у нас будет тройня. Ну, справимся с тройней. Куда деваться? Со дна Керченского пролива подняли истребитель времен Великой Отечественной. Судьбу пилота установят после окончательного обследования находки. На этой неделе сотрудники пограничного управления ФСБ России по республике Крым в пункте пропуска Армянск задержали двух граждан, находящихся в федеральном розыске. Мужчина, 1983 года рождения, совершивший уголовно наказуемое деяние, и женщина, 1982 года, который уже не первый год ищет родственники. Россиянин прибыл на территорию КПП в глубокой ночи и успешно пытался покинуть территорию Крымского полуострова. Однако в ходе проверки документов контролеру удалось установить наложенное на данное лицо ограничение. Другое задержание произошло на следующий день сотруднику пограничного контроля, оставляющему паспорт гражданке Российской Федерации 1982 года рождения, стало известно, что личностью женщины интересуют правоохранительные органы Черноморского района. Многолетнему терпению пришел конец. Жители массива Белое-4 Симферопольского района собирают добровольные износы на ремонт участка дороги. И здесь это не одна проблема. Нехватка электроэнергии, отсутствие газа и транспортного сообщения с городом. Вот с чем приходится бороться каждый день местным жителям. Когда-то лет 7-8 ремонтировали этот участок дороги, вот от поворота на Айкован и до установки 48-го автобуса. Ну и с тех пор ничего, там у себя дороги мы вообще ремонтируем все время сами. И сами водопроводцы проводили, и сами, да в общем-то в принципе все делаем сами за свои собственные деньги. Если мы сами не скинемся, автобус-то не будет ходить. Этот кусок дороги в Симферопольском районе в массиве Белое-4 протяженностью почти в 3 километра принадлежит городу, уверяют собравшиеся. Но ремонтировать его местные власти не торопятся. Более недели назад терпению местных жителей пришел конец. Люди начали добровольно сдавать деньги на ремонт дороги. Потому что ездить по такой каждый день стало небезопасно. Не сегодня-завтра дорожное полотно может просто-напросто провалиться. Власть по какой-то причине нас не слышит. Мы пригласили на сегодня практически отовсюду своих представителей, власти города, в республике, депутатов. Ни один человек не приехал. Они решили наш сход и сбор проигнорировать. Кто-то прикрылся праздником. Кто-то сказал, что субботу вечером мы не работаем. Кто-то пообещал приехать и не приехал. Мне, как человеку, который пытался все это организовать, честно говоря, больно и неудобно. Я не могу понять такое отношение. На сегодняшний день в Массиве объединились более 20 кооперативов. Здесь проживают порядка 5000 человек, половина из которых круглый год. Для многих людей это единственное место жительства. Поэтому такие проблемы, как отсутствие газа, недостаточное обеспечение электроэнергии, а также нехватка транспортной доступности с городом, вынуждают людей выходить на митинги. Я хочу всех, которые сидят там наверху, они повернулись лицом, хотя бы слушали нас, когда мы к ним обращаемся. Любой боль. Здесь много проблем. Чтобы решали поступенно хотя бы эту проблему. До этого, с 2014 года до 2017 года, какой-то минимальный, можно было бы решить вопрос. Мы сейчас все кооперативы оформляют земельные участки, проходят процесс межевания. И с этим тоже у нас есть определенные проблемы. Когда мы обращаемся в власть или в Министерство земельных и имущественных отношений, как правило, получаем либо отписки, либо просто ничего не получаем, никакого ответа. Ссылаются либо на отсутствие нормативной базы, либо на запрет руководства оформлять эти участки. Общая сумма добровольных взносов составила почти 270 тысяч рублей. Но этого недостаточно, чтобы отремонтировать даже треть дороги. Поэтому акция будет продолжаться. В завершении собрания, как признался нам председатель кооператива «Энергетик» Алексей Быков, раздался звонок из профильной службы, в котором прозвучало обещание после майских праздников отремонтировать дорогу. Если обещания не разойдутся с делом, то вырученные деньги пойдут на ремонт кооперативного участка. Мы же, в свою очередь, продолжим следить за событиями. Анна Астякова, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ. Первые документы сегодня выдавали во дворце регистрации новорожденных в Симферополе. Крымчанка родила тройню. Спустя месяц в торжественной обстановке малыши получили свидетельство о рождении. О чем рассказали многодетные родители и как прошло мероприятие, расскажет Дарья Костенко. В документе прописано самое важное имя, фамилия, группа крови, цвет глаз, место жительства. Специалисты рассказывают, удостоверения помогают вести учет детей, родившихся на территории республики. С начала 2017 года из практически 7 тысяч родившихся у нас зарегистрировано по Крыму 72 двойни и всего две тройни. Одна в Симферополе и вот одна была еще в Симферопольском районе. То есть это крайне редкое явление, очень радостное, очень приятное, тем более дети однополые, это вообще редкость. Семья Чиж теперь стала на три человека больше. Девочки-тройняшки появились на свет преждевременно. О таком пополнении семейства мама знала еще на первых месяцах беременности. Папе призналась чуть позже. От удивления Дмитрий потерял дар речи. Мужчина не разговаривал два дня. Сегодня поддержать молодых приехала вся семья. Счастливая прабабушка делится своими секретами семейной жизни. Пока маленькие, пока маленькие бедки. Как подрастут, то начнут большие. А пока маленькие, то только работай, смотри за ними, люби, как говорится. Впервые Екатерина стала мамой в 18 лет. Родился первый сын. Второй появился на свет в 21. И вот теперь прекрасная тройня в розовом. С третьей беременностью девушка уже чувствовала себя спокойно, пока не узнала, что ждет тройню. Специалисты переживали за здоровье Екатерины. Но, несмотря на все трудности, дети родились без патологий. Единственная проблема на сегодняшний день – недобор веса. Сейчас, когда все трудности позади, и тройняшки отправляются домой из роддома, девушка может вспоминать о событиях тех дней спокойно. Трое – это, конечно же, очень много, признается счастливая мама. Но семья рада такому пополнению. С первыми детками было просто, потому что все-таки один ребенок – это намного легче, чем трое. Ну, справимся с тройней. Куда деваться? Верентов нет. Бабушки, дедушки помогут. Не может наглядеться на детей и отец. Он, имея двух сыновей, втайне мечтал о дочери. Правда, признается, заказывал в одном экземпляре. А по факту, за долгие годы ожидания был вознагражден тремя. До последнего, уже до рождения, третьего имени не было. Выбирали все вместе, дружно. Сейчас молодая пара живет в небольшой квартире. Но надеется, что им, как многодетной семье, скоро предоставят большой и светлый дом. Дарья Костенко, Александр Рыбин, Служба новостей и ТВ. Со дна Керченского пролива подняли истребители времен Великой Отечественной. Боевая машина пролежала на глубине 9 метров более 70 лет. Самолет в очень хорошем состоянии. Поисковики планируют отреставрировать экспонат и установить его на одной из исторических площадок. А пока он будет храниться в Керченской крепости. Операция по подъему самолета стала одним из этапов двухнедельной поисковой экспедиции, в которой принимали участие водолазы из разных регионов России. Подводные исследования показали, что это истребитель американской сборки в хорошем состоянии. Предположительно управлялся советским летчиком и штурмового полка Черноморского флота. Работать нужно очень аккуратно. Истребитель весит 3 тонны. Пока он находился на дне моря, в нем накопилось много ила и песка. Поднимается дна самолет техника, которую используют в строительстве Керченского моста. Такие плавучие краны погружают сваи на фарваторном участке. Но сегодня машиниста крана не менее ответственная задача. Вот он, одномоторный истребитель, известный под названием «Киттихок». Он пролежал на глубине 9 метров более 70 лет и довольно-таки хорошо сохранился. Оба крыла на месте. Хвостовую часть за малым чуть не потеряли во время подъема. Все-таки возраст солидный. А из кабины, вот видите, торчит парашют. К сожалению, еще до поисковиков ценную находку обнаружили местные жители. Они разграбили самолет. Вот уцелели лишь частично приборная доска, кресло пилота, а также двигатель с маркировкой, который поможет установить точную принадлежность воздушного судна. Я очень много видел поднятых самолетов. Вот не десятки, но достаточно много. Хочу вам заверить, что этот очень хорошо сохранился. Металл в идеальном практически состоянии, несмотря на 70-летний возраст этой машины. В 1943 году на этом участке шли ожесоченные бои. Во время Керченско-Эльтигенской десантной операции именно самолеты этой марки прикрывали высадку морского десанта. Возможно, истребитель был подбит вражеским огнем, но поисковики следов обстрела не обнаружили. Предположительно, летчик посадил воздушное судно, покинул машину и вплавь добрался до берега. О судьбе летчика узнает после окончательного обследования самолета, а пока находка будет храниться в Керченской крепости. Мэри Бадунс, Служба новостей и ТВ, Керченский пролив. С новостями спорта вас познакомит Тарас Брезицкий. В студии была Мэри Бадунс. Всего доброго. Кубок Крыма отправился в Евпаторию. Одноименная команда и Крымтеплица по-настоящему украсили для симферопольцев День Победы. Трибуны Фиолента давно позабыли о таких показателях посещаемости. И зрители не пожалели о проведенном времени на стадионе. Мы много провели в архивах, много смотрели. Клуб Евпатория последний раз выигрывал, или город Евпатория, в 1956 году. Мы их поздравляем. Мы благодарны всем, благодарны Крымтеплице за хороший футбол. Ну и самое главное, мы увидели, что у нас есть болельщик, полный стадион. Мы рады всех видеть и приглашаем дальше болеть за чемпионат. Правда, основные события в матче развернулись уже после перерыва. Несомненный фаворит финала Крымтеплица играла с заметной оглядкой на свои ворота, которые вновь защищал Роман Горбунов. А Виталия Троцкого побеспокоили в уже фирменном стиле со стандартного положения. В то же время и в Патторице искали счастье у противоположных ворот раз за разом. И в некоторых моментах Крымтеплице даже откровенно повезло. Троцкий серьезно вступил в игру вот в этом эпизоде, когда не позволил отличиться Ленуру Ахунову. Арбитр матча показал двадцатке Агрария в желтую карточку. И тем не менее, игроки Крымтеплицы уверяют, план на игру был, но реализовать его не удалось. Как бы можно сказать, это наши командные секреты. Я даже при таком результате не хочу это выдавать. Есть тренера, надо посчитать нужным объявят. Но была задача играть на победу, под контроль мяч брать и вытягивать половину. Тем самым создавать зоны впереди и реализовывать моменты. Задача была выиграть игру. С ног на голову все перевернулось во втором тайме. Ахунов вновь продемонстрировал активность в штрафной, упав на газон. Арбитр Роман Бахняк наградил футболиста желтой карточкой за симуляцию, трансформировавшейся в красную. Численное преимущество Евпатория реализовала моментально. Подача в штрафную и экстепличник Петр Апарин головой ставит голевую точку 1-0. Казалось бы, положение хуже не придумаешь. И тем не менее, тепличники нашли силы отыграться. Во многом помогли замены, ведь на поле появилась тройка игроков, нацеленных на атаку. Автором ответного мяча стал Алексей Бойко. И все же в этот вечер красным не суждено было добиться успеха ни в основное время, ни в овертайме. Гол Крым-Теплица пропустила фактически на рубеже основного и компенсированного времени. Как и подобает игре нервов, вышел он отчасти курьезным. В объятия партнеров и тренеров попал Александр Борщ. Игра была равная. Ну, моментами они хорошо играли, моментами мы хорошо играли. Забили первый гол, у них удаление. Потом они, как бы, как сказать, завал пошел, наши ворота, подача головой, забили гол 1-1. Ну, я считаю, была равная игра. И за счет, наверное, желания в большей степени в конце дожали их, тем более они были в меньшинстве, и забили второй гол. Тренерский штаб Крым-Теплицы, похоже, вновь прогадал с тактикой на игру. Учитывая матчи чемпионата, это поражение стало для команды Пашихонцева четвертым в году. Напомним, с аналогичным счетом тепличники уступили и в поторийцам, и в шестнадцатом туре. Однако, противодействия сопернику так и не нашли. Более того, удивило болельщиков и то, что тренеры в решающем поединке против де-факто менее сильной команды решили максимально насытить оборону и сыграть в пять номинальных защитников. Для сравнения, это уже и в поторе на старте чемпионата, тогда еще под руководством Максима Старцева, на этот раз расположившегося на трибуне Крым-Теплица, громила в атакующем стиле 3-0. Сейчас от той мощной игры у любителей футбола остались лишь ностальгические воспоминания. Команда при предыдущих наставниках, она не настолько насыщала оборону, они больше как бы на атаке созветателись. Согласны ли вы с тем, что, возможно, у вас так слишком осторожная оборона в тактической схеме? И удалось ли вам вот уже оптимальный баланс игроков, основной костяк найти? Ну, основной костяк удалось, а баланс между атакой и обороной еще не удалось найти. А вот в чем, как вы считаете? Ну, очень говорят, вот болельщики интересуются, говорят, слишком много защитников даже, вот, нормальный защитник. Не, ну это по этой игре, мы в пять не играли. Будем так говорить, по финалу у нас там выпало пару игроков. Изборовский, вы знаете, то есть ключевой футболист и другие там небольшие травмы, недомогания. Именно из-за этого мы построили так игру. Осторожнее решили сзади. Да, да, да. Чего не скажешь о герое финала Владимире Мартынове. Тренер, оставлявший своих игроков на период победной для крымских мастеров Новозеландской Олимпиады, вернулся на тренерский мостик триумфально. Победа для Евпатории получилась как раз такой, которая принято называть тренерскими. Нашли противоядие Крым-Теплицы. Хорошая команда, они тоже пытаются играть в футбол. То есть столкнулись довольно-таки две серьезные команды одного уровня приблизительно. Ну, сегодня получился действительно финал. Я считаю, что нам, мы, наверное, больше хотели выиграть. Для Евпатории, для города это большой праздник. И я благодарен ребятам, что они выдержали сегодня и мы победили. Напомним, точка противостояния этих команд еще не поставлена. Вскоре им предстоит сыграть в чемпионате. А смогут ли найти тренеры Крым-Теплицы ключ к успеху в матчах с Евпаторией в третий раз? Вопрос повис в воздухе до 31 мая. Тарас Брезицкий, Александр Рыбин. Служба новостей и ТВ. Тарас Брезицкий, Александр Рыбин.